Далее говорим с Александром Савченко, экономистом. Он присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Повторю слова коллеги, да, что не один месяц, а может даже год нужно будет, чтобы решить эту проблему. Проблему нехватки рабочих рук. Вот даже видели сюжеты российских СМИ, и там переживают, кто же будет убирать дворы в Красноярске, кто привезет хурму. Если не удастся решить эту проблему, что ждет Россию? Будут ли они менять отношения к мигрантам? Я думаю, война цивилизаций, эпицентр, который находится сейчас в Украине, очень скоро будет перекинута и на территорию Раши. На самом деле там существует несколько цивилизаций, да, не только московско-православная, но есть и исламская, так, есть даже цивилизация китайская, да, мандаринская. Ну, я не буду углубляться в эту проблему, но Раша сама развязала эту войну цивилизацией, чувствуя, что скукоживается вот московско-православная цивилизация и по числу верующих, людей. Вы знаете, что, ну, так называемые православные ходят в церковь регулярно. Ну, это приблизительно 2% их. В Украине значительно больше, в районе 8%, если брать Америку, то там под 40% верующих, преимущественно крестьян, ходят в церковь. В то же время, вот сторонников ислама, да, которых численность, которых еще меньше, но они более верные. Там практически все, ну, глубоко верующие. Поэтому, вот чувствуя, что война цивилизаций приходит к ним на территорию, и нам это достать очень выгодно, да, а как-то спонтанно, даже на уровне, там, высших должностных лиц, они начинают поджигать националистические движения, да, Россия для русских, анти-мигрантские настроения, которые вот сейчас, по сути, развертываются. Что бы там Путин не хотел, все равно это будет, да, война цивилизаций скоро будет на территории Раши. Ну, и очевидно, что уже мигранты из Средней Азии, из других стран мира будут прибывать в Москву, в Россию, не только чтобы улицы подметать, да, а чтобы захватывать эту территорию, территорию, которая по праву принадлежит, ну, по моему мнению, ну, вот, знаете, Золотой Орде, Монгольской империи, то есть они возвращаются на родину. Вот такой у меня подход, и это закономерность, это как закон природы, это цивилизационный излом такой там надвигается. Поэтому будем смотреть, наблюдать, что из этого выйдет. Такое мое мнение. Так или иначе, это будет довольно любопытно, интересная теория. Но если говорить о проблемах, снова-таки видели в сюжете, завоза товаров в супермаркеты, люди показывают пустые полки, как решить сейчас дефицит продуктов в России, вот на который жалуются люди? Ну, по моему мнению, настоящего дефицита продуктов еще нет. Есть дисбалансы в отдельных регионах, это действительно есть, и есть колоссальный дефицит водителей, да, дальнобойщиков, и не только, которые должны развозить со складов эту продукцию по разным точкам. А Путин требует и вербует водителей на фронт, да, не только, чтобы танки водить и бронетранспортеры. Вы представляете, сколько надо машин, чтобы доставить вот эти боеприпасы, вывезти раненых, продукты питания доставить на фронта, которых очень много. Их надо где-то в 10 раз больше, чем водителей танков и бронетранспортеров. А за день украинские войска уничтожают вместе с водителями, я посчитал, ну, приблизительно за один день 60-70 грузовиков вместе с водителями. То есть их надо тоже восполнять, да, и откуда брать? И, конечно, с числа гражданского населения, тех водителей, которые занимали перевозкой товаров для магазинов, супермаркетов. И такой дефицит будет только нарастать. Когда это уже выльется в настоящий дефицит товаров в том или ином регионе, сказать трудно, но если украинские войска будут так же интенсивно уничтожать заводы по нефтепереработке, то допускают, ну, вот к зиме где-то это может и произойти. Кроме того, вы же помните хронические дефициты того или иного продукта в Раше? Там яиц, там капусты. Выручал кто? Выручала, как правило, Турция, да. Оттуда наибольший поток товаров, продовольственного назначения помидоров, огурцов, ну, всего, в принципе. А Китай и Китая, да, но Китай начинает тормозить очень сильно свои поставки, в том числе и продовольственных товаров, в Раше из-за угрозы вторичных санкций. И вот два дня назад американцы очень жестко предупредили турков, прекращайте ваш экспорт в Рашу, и иначе будут вторичные санкции на вашу банковскую систему. И я допускаю, что будет тормозиться не только экспорт из Турции в Рашу товаров двойного назначения или запрещенной продукции, но и под страхом санкций банки могут прекратить проводить операции даже по экспорту продуктов питания. И вот тогда докладываются три дефицита, да. Дефицит импортных продуктов питания, дефицит бензина, горюче-смазочных материалов и дефицит водителей. И все это тогда уже действительно мы будем видеть не временный дефицит того или иного товара в супермаркетах, а хронический, хронический. Я так думаю, к концу осени вот такое состояние уже будет нормой для Раши. А чем больше такого дефицита, тем больше они начнут запасать товары. А большие запасы товаров приведут к еще большему дефициту для других слоев населения. Но вот такая картинка невеселая будет для общества в этой стране. Да, американцы очень жестко Турцию предупредили, сказали, это срочная проблема, и 18 турецких компаний уже в нашем списке. Хотели с вами обсудить такой очень интересный прогноз. Причем сделали его эксперты Института энергетических исследований Российской Академии Наук. Так вот этот прогноз. Статус энергетической сверхдержавы, которым вот Кремль так гордится, да, Россия скоро может утратить. Нет доступа к западным технологиям, потеряны ключевые рынки сбыта, и РФ уже не сможет вернуться к прежним объемам экспорта углеводородов ни в физическом, ни в денежном эквиваленте. Насколько такие прогнозы близки к истине, да, и сколько же может понадобиться, чтобы вот экономика таки рухнула? Ну, действительно, что известно сейчас на 100%, что себестоимость добычи нефти в Раше очень высокая. Она, наверное, в 10 раз выше, чем в Саудовской Аравии и в других странах этого региона. Поэтому, действительно, Раша очень чувствительна к новым технологиям. Чем меньше будет новых технологий, тем труднее будет добывать нефть из рентабельных скважин. Но для них нужны новые технологии. Это в зоне вечной мерзлоты, на сверхглубинных скважинах там. А технологий нет, там запрет. А традиционные технологии, они очень затратные, очень затратные. Вот существует мнение, что если себестоимость, вернее, цены на нефть упадут ниже 30%, то будет нерентабельно для большинства скважин добывать из них нефть. Когда это произойдет, зависит от двух факторов. От цен на нефть, очевидно. Это уже чем ниже цены на нефть, тем меньше шансов добывать рентабельную нефть. А сейчас тенденция к снижению цен на нефть, вот такая уже длительная, где-то в месяц идет, в связи с плохой статистикой Соединенных Штатов, но и из Китая тоже. И цены на нефть снижаются. Правда, где-то 76 сейчас долларов за баррель. Но я могу сказать, что даже если цены упадут до 60%, то не все скважины будут рентабельными. Если допускают, что процентов 10 скважин, им придется закрывать, потому что себестоимость будет выше, чем цена. Работать в себе убыток, а еще и налоги платить. Там же сумасшедшие налоги Путин внедрил на нефтедобывающее предприятие. И тогда, по моим расчетам, вот так же, как Газпром, вот нефтедобыча станет убыточной в России. То есть осталось немного. Где-то на 17-18% надо 20, скажем, сократить цену на нефть мировую. И мы увидим кризис. Кроме того, я не верю, что санкции на поставку технологической продукции для добычи нефти будут отменены. Это значит, даже при высоких ценах на нефть, вы правы, все равно добыча там будет падать. Добыча будет падать, себестоимость расти, рентабельность снижаться. Ну вот, так скажу, если цены на нефть будут меньше 60 долларов за баррель, то мы это увидим прямо сейчас. Падение добычи и экспорт. Если цены будут держаться, как сейчас, где-то на уровне 70-80 долларов за баррель, то такую картинку, которую вы нарисовали, мы увидим, к сожалению, только через несколько лет. Может, 3-4 года еще будет держаться на плаву при таких ценах нефтедобыча в России. Вот несколько раз мы вспоминали о Китае. Да, торговля с Россией у них продолжается. Но вот чаще, все чаще банки Китая считают юани из РФ грязными, отказываются их принимать. Вот есть статистика, что на данный момент почти 80% платежей в юанях возвращают обратно в Россию. К чему может привести такое? Ну да, это колоссальный удар по импорту и экспорту. Там, к сожалению, ну так я скажу, когда падает экспорт Китая в Рашу, это улучшает ВВП Раши. Почему? Потому что ВВП – это потребление, инвестиции внутри страны плюс экспорт минус импорт. Экспорт из Китая в Рашу – это импорт. И вот он падает, ВВП на бумаге растет. Но мы-то знаем, что критическая продукция не поступает в Рашу. Мы уже говорили про продукты питания и товары двойного назначения. Станкостроение там тоже охвачено. Даже запчасти для легковых машин уже дефицит в Рашу. То есть это приведет к тому, что страна столкнется с такими точечными дефицитными цепями. Мы про довольствие говорили, поставки запасных частей для автомобилей. Мы надеемся, что будет колоссальный дефицит комплектующих для производства ракет и дронов. И это происходит реально. Реально Китай получил такое серьезное предупреждение и просчитал вторичные угрозы от таких операций. Почему? Потому что если будет нанесен удар по одному из… В Китае очень много сверхкрупных банков. А американцы, когда штрафуют банки, там речь идет не о миллионах, а о миллиардах. Они это делали и во Франции, и в Германии, и у себя в стране. В Швейцарии даже на миллиарды наказывались банки за то, что они не следуют американскому законодательству. А санкции приравнены к американскому законодательству. А мы знаем, что в Америке есть экстериальное право и наказание. То есть за нарушение американского законодательства американцы, согласно своей конституции и традициях, могут наказывать любые субъекты за пределами Америки. И не только дело касается предприятий, но и людей. Люди могут быть арестованы и вывезены в Соединенные Штаты, потому что они нарушают американское законодательство. Китай об этом знает. Вот Турция начинает учиться. Пока поведение Турции не образцово показательное. Надеемся, что пример Китаю научат турков, как надо соблюдать санкции. А еще больше научат, это прецедент. Если какой-то банк, может финансовая организация будут наказаны. Да, вот прецедент очень важный. Тогда цепная реакция произойдет, и мы увидим еще чудеса вторичных санкций. Ждем этих чудес. Александр, спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. Экономист Александр Савченко был на связи с Freedom. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.